Афиша кино Рокетмен собрала 28 миллионов и вошла в топ-5. Предпоказы, стартовавшие в прошлый уикенд, принесли Байопику о британском музыканте еще 3 миллиона. Как и в США, Аладдин снижает сборы логично и мягко на 52%, а Годзилла 2, стартовавшая на прошлой неделе с третьего места, обвалилась на 74%. На этой неделе в кинотеатрах «Возвращение людей в черном», новый фильм Педро Альмадовара, триллер об одинокой женщине и несколько историй для детей на каникулах. Итак, о новинках подробнее. Перезапуск знаменитой фантастической франшизы с новыми героями. Проблемы на этот раз в секретной организации, которая занимается наблюдением за инопланетянами, прибывающими на Землю. И охрана и порядка среди не всегда дисциплинированных пришельцев. В штате агентов есть шпион, и его следует срочно вычислить. В главных ролях Тесса Томпсон и Крис Хемсворт. Смотрим трейлер. Мы берем только рекрутов. Тогда рекрутируйте. Я хочу знать все тайны вселенной. Ваш костюм. И добро пожаловать в «Люди в черном». «Люди в черном»? Да. Черная стройнит. У нас ситуация в Лондоне. Агент М, добро пожаловать в ЛДЧ. Привет. В сторонку, дамочка. Пес, тебя задери. Ваш напарник, агент Эйдж. Шириные колбасы, микросавки. Мир сам себя не спасет. Я поведу. А он с другой стороны. А ты руля, Скелла? Рой — это воинственный инопланетный вид оборотней, способный обращаться и в наших агентов. Не видел еще такого. Нужно что-то поубойней. Зеркало! Зайчика в глаза будем пускать. Ого! Бери паразитов на мушку и жги! В организации завелся крох. Что будем делать? Надейся на удачу и на меня. Братишка! Прошу вас. С тобой в машину? Дави на газ, Фредди. Вас поняли. С нами лучше не связываться. Мы защитники Земли. У-ху! И всех ее обитателей. Офигенски! Мы — агенты ЛВЧ. Люди в черном. Интернешнл. Ты предлагаешь мне поиграть с самым мощным оружием во вселенной? Ага. Жми давай. Хм. Может, оно бракованно? Ох, ну! Далее триллер под названием «Ма». Внимание, маркер 18+. Одинокая добродушная женщина завоевывает доверие компании школьников и разрешает им закатить вечеринку в подвале своего дома. После страшных событий подростки понимают, что попали в ловушку. В главной роли бесподобная Октавия Спенсер. Здесь можете творить все, что угодно, но наверх не подниматься. Просто офигенно! Добро пожаловать к маме. Где ты была? Гуляла с друзьями. Милая у тебя мама. Привет, солнышко. Хочу тебя кое с кем познакомить. Что? Целую, ма. Вечеринка продолжается. Откуда у нее наши номера? Я же говорила, здесь будут все. Нам нельзя наверх. Что за хрень? Посмотри. Мэгги. Я вижу, как твои большие глазки наблюдают за мной. Что тебе нужно от моего сына? Ничего особенного. Раздевайся. То, что вы со мной сделали, забыть нельзя. За что ты так с нами? Каково это быть аутсайдером? Чувствовать, что ты всегда чужой. Давненько я так не отрывалась. Ума. Знаменитый испанский режиссер Педро Альмадовар написал сценарий и пригласил Антонио Бандераса и Пенелопу Круз, чтобы снять кино о том, как талантливый кинорежиссер на закате творческого пути вспоминает прошлое и размышляет о жизни и искусстве. Бандерас за эту роль получил пальмовую ветвь в Каннах в этом году. Итак, на больших экранах боль и слава. Смотрим трейлер. Не понимаю, зачем ты это написал? Написал, чтобы все забыть. Я не хочу об этом говорить. Ты мечтатель. Кем это ты себя возомнил? Я просто сказал правду. Фильм закончился, зрители вас ждут. Я много не думаю в последний год. Увидишь что-то странное, позвони мне. С ним все странно. Вы не могли бы снова поаплодировать? Мы знакомы? Да. Если бы я была мужчиной, я бы тоже плавала в реке Нагишо. И что это? Драма или комедия? Я не знаю. Заранее никогда не знаешь. Далее проекты для просмотра всей семьей. Первый питомец юрского периода. Маркер 6+. По сюжету в руки обычного школьника Криса попадает необыкновенное яйцо, из которого вылупляется добрый динозаврик. Крис защищает его от жестокого ученого, а сам малыш тем временем растет на глазах. Маркер 6+. Смотрим трейлер. Это мой динозавр, Альберт. Нужно родокам сказать. Ну уж нет, они не поймут. Альберт выбрал меня, он мой друг. Я никогда и никому не объясняю, что происходит в моей лаборатории. Это секретно. Тебя никто не заберет. Привет. Что у тебя в сумке? Сердце сжимается видеть такое милое существо в клетке. Альберт! Все будет хорошо. Он уже большой. И ему точно не место в клетке. Ты останешься здесь. Джонни Кэрри ни за что не поверит. Правила устанавливаю я. Нельзя этого делать. Нет никаких причин бояться маленького засранца и его питомца. Битомец юрского периода. На очереди анимация под названием «Космическое приключение». Процветающая волшебная планета потерпела катастрофу после вторжения землян. Местный житель Аксель вместе с друзьями пытается дать им отпор и возродить легендарный лес – источник жизни планеты. Далее трейлер. Так, с приходом землян, лес был полностью уничтожен. А некогда процветающая планета обречена на вымирание. Примите участие в состязаниях за правозвание Птичьего Короля. Вы должны пересечь долину Красных Скал, преодолев опасные препятствия. Ах, нет! Гага, берегись! Кто этот храбрец? Никогда не видел такого ловкого парня. Поздравляем! Аксель – новый птичий король. Молодец, Аксель! Проще не бывает. Аксель, ты готов спасти нашу планету? Что? Говори, кто тебя послал? Пустите! Тебя не уйти, живы. Уверены? Путрон! Держись! Медюс, сначала! Держись! Эй, я что-то нашел. Если вы это читаете, значит, я провалил миссию. Трое отважных малышей – Аксель, Джона и Гага – бросают вызов злым грудерам и коварным роботам. Аксель, Джона и Гага – последняя надежда погибающей планеты. Чтобы возродить Гемблер, они должны отыскать последние семечко дерева кармана. И пока есть семя надежды, планета имеет право на жизнь. Космическое приключение. Пришло время разыграть билеты в Синемастар на любой фильм, на любой сеанс. Итак, внимание, вопрос! Тесса, Томс, Анна и Крейс, Хемсфорд сыграли главных персонажей. Главные новинки этой недели – люди в черном Интернешнл. Но где еще мы видели эту звездную парочку? Назовите два кинопроекта последних лет. Правильные ответы принимаем по номеру 203-65-63 14 июня с 11 до 14 часов по московскому времени. Два первых правильно ответивших счастливчика заберут приз и отправятся в кино абсолютно бесплатно на любую премьеру. Желаю удачи! На этом пока все. Увидимся и услышимся ровно через неделю в эфире. А еще раньше в кинотеатрах города. Это была Афиша кино. Выбирайте качественные фильмы. Субтитры сделал DimaTorzok